Зарядка на свежем воздухе и пару глотков березового сока. Так начинается утро кандидатов делегаты ВНС от Белорусского Союза женщин Ирины Цыганковой. Агроном местного сельхозпредприятия просыпается с первыми петухами, но даже если Петя проспит, она сама разбудит свое хлопотливое хозяйство. Куры, свиньи теперь и грядки. Премьера этого сезона ранний редис уже поселился в теплице. Но с легкой руки шкловской хозяйки зазеленеет не только этот огород, но и 6 тысяч гектаров земли в округе. За 28 сезонов эта шумная музыка полей не приелась, чтобы рапсодия тракторов и комбайнов не замолчала. И Беларусь всегда была с хлебом. Вот о чем болит душа не только у шкловского агронома, но и у всех тружеников села. У нас аграрная страна – это сельское хозяйство. А сельское хозяйство – это деревня. Деревня – это люди, которые хотят и могут работать на земле. И меня, как делегата Всебелорусского народного собрания, очень волнуют эти вопросы. Как вернуть специалистов в деревню, как вернуть молодежь в деревню. Проблемные темы от земли Ирина Цыганкова рассчитывает обсудить с делегатами 7-го Всебелорусского народного собрания. Шкловскую агронома выбрали в качестве потенциального участника форума. В эти дни выдвижение кандидатов в делегаты на ВНС проходит по всей стране от депутатов местных советов и структур гражданского общества. Мы наблюдаем процесс выдвижения кандидатов в делегаты от Грудницкой огласной организации «Белая Русь». Голосуют все присутствующие с помощью специальных карточек мандатов. Сейчас мы попросим нам ее показать. Вот так она выглядит. Спасибо большое. И, конечно же, все решает, как всегда, большинство и предстоит выбрать наиболее достойных. Кстати, процесс отбора кандидатов для рассмотрения на этой конференции был, пожалуй, настоящей битвой за кресло Всенародного форума. Из 20 тысяч участников Грудницкой организации необходимо выбрать всего лишь 10 самых. К тому же новый статус ВНС обязывает впервые в истории страны, согласно обновленной конституции, это высший представительный орган народовластия. Делегатам предстоит определить стратегию развития государства и общества, утвердить основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину и концепцию национальной безопасности. Могут изменять законы, они обладают правом законодательной инициативы и даже принимать решения о смещении с должности президента. Такому уровню ответственности делегаты должны соответствовать. Активное участие в общественном объединении, гражданская позиция, выступления в средствах массовой информации, встречи в трудовых коллективах, численность первичек, государственные награды, моральный облик и человеческое отношение в первую очередь к своим товарищам и к себе в том числе. Один из 10 выдвиженцев, которые прошли отбор, мастер газоснабжения Зельвинского района Сергей Дорошенко в своем деле прошел путь от механика до мастера, руководит коллективом в два десятка человек. Как будет развиваться, так как я работаю в газовой отрасли, газовая отрасль, энергобезопасность. У нас ввезен уже второй энергоблок, также какие, что, какие привилегии будут для населения. Впервые согласно изменениям в законодательстве, особая роль в период подготовки к ВНС у Центральной избирательной комиссии. В соответствии с избирательным кодексом, члены Центральной избирательной комиссии и работники ее аппарата наделены правом присутствия на заседаниях, проводимых в целях выдвижения кандидатов делегатов Всебелорусского народного собрания. В связи с этим председателям Центральной избирательной комиссии утвержден график присутствия представителей Центральной избирательной комиссии на таких заседаниях. Заседания пройдут до конца марта, А уже с 1 по 10 апреля делегаты Всебелорусского народного собрания будут избраны. Председатель Свислочского райисполкома Александр Версовский уже трижды ездил на Белорусское Вече. Но седьмой форум будет особенным. Руководитель готовится. Опыт на руку. Уже пять лет он у руля района. Результаты ощутимы. Рост в сельском хозяйстве. Неслучайное видео с камер наблюдения, которые установлены на молочно-товарных комплексах, прямо в кабинете в режиме онлайн. Такой контроль дисциплинирует тружеников села. К тому же прямо сейчас аграрный Свислочский район он превращает в промышленный. Привлек инвестиции, заработало предприятие по деревообработке. Рядом строится логистический центр. В разработке еще и третий проект. Развитие и процветание. Приоритет. Уверен, ВНС этому способствует с момента образования. Когда молодой президент, встречая сопротивление, ну прежде всего в ту пору Верховного совета, сопротивление такое, не со знаком качества. И тогда президентом было принято решение. И, наверное, важно, я так смею предположить, что это и для него, как главы государства, было важно. Но еще важнее было это для нас. Увидеть, что вот те идеи, с которыми глава государства шел в народ, шел в массы, они находили отклик свой, в том числе и на Всебелорусском собрании. И после его проведения многие вопросы были сняты. И они начали решаться в том позитивном русле для нашей страны, для Республики Беларусь. Глава района уже думает над актуальной повесткой для ВНС. От социально-экономических аспектов к духовному. Ведь именно Свислочь знают в стране еще и как столицу фестиваля Батькова Булка. Душевный народный праздник отмечен в специальной премии президента. В прошлый раз вы пригласили главу государства на Батькову Булку. Очень такой хороший карвай-фест, который круто в народ зашел. Батькова Булка называется. Ты мне ни разу не передал один раз только эту Булку, и все, Батькова Булка, а Булки я не видел. Я приглашаю вас на праздник вместе и поедим. Предложение, конечно, в силе. На новый уровень мероприятие вывело бы посещение главы государства такого мероприятия. Но если физически не получится, то есть же разные формы присутствия главы государства на празднике. Мы с таким предложением выйдем, чтобы приветственный адрес президента все-таки прозвучал. Потому что мероприятие, оно хоть и молодое по количеству лет или количеству раз проводимых, но тем не менее оно такое аудиторию очень быстро, в том числе во многом благодаря вашему телеканалу СТВ. Все белорусская вещь всегда играла важную роль в жизни страны, но седьмой созыв в особом конституционном статусе 24-25 апреля откроет новую страницу истории страны. Это будет абсолютно новаторский и прогрессивный орган народа власти. Демократия в деле, а не на словах, как у западных политиков. Делегаты будут встречаться не реже раза в год. А решения собраний станут прямым руководством к действию для представителей власти. Галина Буро, Юлия Мычко, Василий Лосенков и Анатолий Бояренцев. Неделя СТВ.